Это программа «День с толком» в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте! Смотрите выпуски. Субтитры создавал DimaTorzok Барнаульским активистам согласовали митинг против застройки зеленых зон города. Протестная акция пройдет 22 декабря около монумента Целинник. Напомним, Министерство спорта края планирует построить в парке имени Ленина физкультурно-оздоровительный комплекс. Для этого нужно будет вырубить почти 350 деревьев. Общественники выступили резко против этой инициативы. На последнем градостроительном совете эксперты также не приняли и вырубки, и архитектурное решение спорта объекта. Один из организаторов митинга, коммунист Юрий Красильников, рассказал нам, что на встрече выдвинут ряд требований и предложений политикам края. Просим все-таки власти обратить особое внимание на плачевное состояние зеленых зон, принять скорейший мораторий на застройку изменения границ зеленых зон города. Это городским властям. А что касается правительства края, отказаться от планов постройки в парке культуры и отдыха имени Ленина и в парке, прилегающем к стадиону лабиринт. На дорогах Рубцовска из-за снега появились новые лежачие полицейские. Пользователи соцсетей возмущены бездействием дорожных служб. Из-за неубранного вовремя снега на дороге образовалась колея, которая значительно усложняет проезд общественного транспорта. Да и легковые машины заметно замедлились, проезжая часть непредсказуемой из-за наледи. При этом в начале зимнего сезона муниципальное предприятие, ответственное за чистоту дорог, автоспецтехника заявила, что выпавший снег будут убирать сразу. О полицейских камня на оби за минувшие выходные узнал весь край. Правоохранитель остановили подозрительную Тойота Весту. За рулем был 26-летний мужчина, который чуть не спалил алкотестер. Ого, что-то ты, наверное, это, ты долго пил? Ну, неделю. Ну, видать, ага, аж прибор, как бы прибор не сожег. Больше двух тысяч. Две тысячи промиллей – максимальный показатель данного прибора. Однако это не говорит о максимальной доле промиллей в организме водителя. Кстати, прав у него не было. В таком виде он попадается стражем правопорядка уже второй раз. В 2017 году парня привлекали к административной ответственности. Сейчас ему грозит до 15 суток ареста. Барнаул может попасть в число городов, которые войдут в федеральную программу по обновлению общественного транспорта. Ее курирует Государственная корпорация развития России. С их участием в краевой столице прошло большое совещание, где присутствовали не только представители мэрии и правительства региона, но и главные заинтересованные лица. Руководители муниципального предприятия «Горэлектротранс» и ряда частных автобусных маршрутов Барнаула. Общественный транспорт краевой столицы изношен на 98%. Пассажиры постоянно жалуются, что цена на проезд растет, а состояние автобусов и трамваев не меняется. Так вот, теперь появился шанс, причем без финансовых затрат со стороны горожан, не только обновить подвижной состав, но и оптимизировать маршрутную сеть и открыть новые транспортные, трамвайные и автобусные линии. Наши и финансовые усилия в том числе направлены будут и на укрепление и пассажирского состава, и связанная инфраструктура, если мы говорим по инфраструктуре газовых заправок, если это необходимо, для автобусных перевозчиков в том числе. Сейчас корпорация собирает материалы о барнаульском транспорте, затем необходимо будет представить в правительстве России проект, с которым наш город мог бы попасть в десятку счастливчиков. Всего участвует 25 городов. В случае победы мы можем рассчитывать на пару десятков миллиардов и, соответственно, глобальное обновление транспортной системы. Основная задача – это повысить пассажира поток путем привлечения пассажиров именно в удобный транспорт города Барнаула. Чем отличаются сибирские татары от татар из европейской части? Как одеваются, согласно традициям, монгольские невесты? Все это смогли узнать жители Барнаула. В галерее «Универсум» прошел маленький, но яркий фестиваль под названием «Этносибирь». Он состоялся в рамках фото-выставки «Самая красивая страна», рассказывает Илья Кочетков. На сцене казаки, в зале русские татары-буряты, на стенах застывшие мгновения жизни дикой природы и люди, разнообразные, непохожие. Самая красивая страна – это передвижная выставка русского географического общества, которая кочует уже несколько лет по всему миру. Сейчас она гостит в галерею «Универсум» Малтайского госуниверситета. Конкурс проходит уже более пяти лет. И за это время в конкурсе успело поучаствовать более 700 тысяч человек. И самые лучшие работы, работы победителей, они путешествуют по всему миру. Значительная часть фотографий сделана в Сибири. Это не случайно. Она занимает больше 70% площади России. Организаторы говорят, сами сибиряки чаще всего и не подозревают, насколько богата их земля разнообразием пейзажей, народностей и традиций. К примеру, одни и те же народы, проживающие в разных концах России, разработали свой язык костюма и, в частности, особый фасон головных уборов, чтобы отличаться друг от друга. «Обычные татары носят и тюбетейки тоже. Но это в центральной части России, в тюбетейках, их уже знают, что это татары. А нас уже в Сибири, если мы оденем тюбетейки, будут думать, что мы другой национальности. И чтобы нас отличали, что мы настоящие татары, и вот для нас вот такой головной убор сшиты». Факультет искусства и дизайна Алтайского госуниверситета представил особую коллекцию костюмов, основанную на монгольских свадебных нарядах. Авторы пояснили, что костюмы воплощают понимание того, как устроена вселенная. Обувь, нижний мир, головной убор отвечает за связь с миром верхним, священным, а в центре этого всего человек. Всего за время выставки меньше месяца ее посетило больше тысячи человек. Кто не успел, может это сделать до 19 декабря. Организаторы надеются, впрочем, что и после завершения ее работы интерес к многообразию сибирских культур у барнаульцев только усилится. Илья Кочетков, Александр Антропов, День с толком. К новостям спорта. Первые соревнования уже победа. 11-летний Никита Терещенко, который плавает в холодной воде, занял первое место на Кубке мира по зимнему плаванию. Старт проходили в Тюмени. Почему мальчик выбрал такой необычный вид спорта, расскажет Полина Жданова. Без разминки в холодную воду не зайдешь. Подготовка порой длится дольше, чем сами заплывы, говорит Никита Терещенко. Ему 11, а он уже чемпион по плаванию в холодной воде. В первых своих соревнованиях Никита поучаствовал летом в республике Алтай, а недавно вернулся с чемпионата мира из Тюмени с победой. Говорит, заплывы в холодной воде всегда особенные. Когда из нее выходишь, такое хорошее ощущение. Когда в бане греешься, тоже очень хорошо становится. Ну, еще необычный такой вид спорта. Тренер Никита отмечает, что таких смелых детей в Алтайском крае пока мало. Ведь многие родители не одобряют экстремальный на первый взгляд вид спорта. А на самом деле это отличное закаливание и тренировки начинают с малого. Здесь идет уже как бы более закаливание. То есть здесь мы много не плаваем. Достаточно там несколько подходов по 15-20 секунд. Для детей много это не надо. Никита преодолевает дистанцию в 25 метров. До 14 лет больше нельзя по нормативам. Но когда-то он одолеет и 100. Все потому, что хочет стать абсолютным чемпионом. Кстати, еще один шаг к своей мечте мальчик сделает весной в Петрозаводске. На этапе Кубка мира и Кубка России. Полина Жданова, Илья Халяпин. День с толком. Ну вот достойная смена растет у нашего знаменитого маржа Александра Зеленецкого. А на этом у меня все. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компания «Эвалар». До встречи. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...